Утром деньги, вечером машина. Печально закончилась для северодвинца история с покупкой автомобиля. В 2015 году мужчина передал полтора миллиона рублей под расписку малознакомому человеку, который вызвался пригнать микроавтобус из-за рубежа. Ни денег, ни машины, ни перегонщика покупатель с тех пор не видел. Заявление в полицию написано. Проводится проверка. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Спонсор рубрики «Протокол» – «Теплый дом». В «Теплом доме» на Лесной 53 новогодняя акция при покупке варочной панели и духового шкафа робот-пылесос. Подарок – спешите! Сразу два заявления от пожилых женщин поступило в ОМВД Северодвинска. Обе пострадали от действий мошенников. К одной из них в квартиру постучался молодой человек и начал предлагать ей медицинский прибор. По его словам, с хорошей скидкой. Женщина доверилась и впустила продавца. Бабушка согласилась, аппарат данные приобрела, но в процессе того, когда она его покупала, доставая деньги на его приобретение своего тайника, собственно говоря, обозначила данным молодому человеку место хранения денежных средств. Продавец оставил пенсионерке аппарат, забрал деньги за него и покинул квартиру. Через неделю к ней пришли двое других неизвестных людей и представились работниками социальной защиты. Они сообщили женщине о ремонте квартиры, который якобы полагался ей бесплатно по новогодней акции. Пока один из молодых людей заполнял документы на кухне, другой находился вне поля зрения хозяйки. После ухода гостей пенсионерка обнаружила пропажу своих накоплений. Это около 90 тысяч рублей. Мошенники объявлены в розыск. Вторая женщина посторонних в квартиру не пускала, но тоже стала жертвой мошенников. Мужчина, который прозвонил ей по телефону, представился работником пенсионного фонда. Он сообщил, женщине полагается премия 10 тысяч рублей и попросил назвать реквизиты банковской карты. С чистой совестью, голосу по телефону сообщил реквизиты своей банковской карты, то есть номер карты, весь полностью, дату ее выпуска, ее срок действия, СВЦ-код расположен на задней стороне карты, после чего с ее банковской карты неизвестными лицами были сняты деньги в сумме 10 тысяч рублей. Полиция рекомендует северодвинцам проявлять бдительность и предупреждать своих пожилых родственников о возможных действиях мошенников. Оранжерею с запрещенными растениями обнаружили полицейские в частном доме у жителя Коряжмы. Ранее мужчина был задержан за попытку сбыта наркотических средств. Сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято 22 куста наркосодержащего растения, а также 60 грамм уже готового к употреблению продукта. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно незаконное культивирование наркосодержащих растений, а также незаконное изготовление избыт наркотических средств. На втором этаже полицейские обнаружили шкаф. Через него открывался вход в потайную комнату. Там и нашли растения. Комната была оборудована сложными системами орошения, вентиляции и фильтрации воды, светодиодными лампами, а также удобрениями и реактивами.